Село Верхняя Маза Радищевского района находится на трассе Новоспанское Радищево. Именно здесь когда-то находилась усадьба героя Отечественной войны 12-го года поэта Дениса Давыдова. А сейчас здесь находится школьный музей имени героя. Денис Давыдов яркая личность в истории Российской империи. Настоящий гусар, любивший бурные пирушки, игры в карты, женщин, писавшие стиристические стишки. Давыдов проявил себя как отчаянно смелый воин, организовавший настоящее партизанское движение в тылу Наполеона. Своими рейдами Денис Васильевич настолько насолил императору Франции Наполеону Бонапарту, что тот приказал при встрече расстрелять его на месте. И выделил на поимку гусара один из лучших своих отрядов, две тысячи всадников, при восьми обер-офицерах и одном штаб-офицере. Последние же годы жизни Денис Васильевич Давыдов провел в селе Верхняя Маза, принадлежащей жене поэта Софье Николаевне Черковой. Именно сюда мы и приехали. Вот мы и приехали в село Верхняя Маза, в школу имени Дениса Давыдова. Это обычная образовательная школа. Рядом с ходом стоит памятник героя Отечественной войны 1812 года. А вот памятник Денису Давыдову. Он был отлит в 1960 году на заводе имени Владарского. Средством на этот памятник создали комсомольцы Радищевского района на субботниках. Теперь мы проходим в школу, где находится замечательный музей. Этот школьный музей был открыт к 200-летию героя в 1984 году. Но работа по его созданию началась намного раньше. В 1978 году в газету «Книжное обозрение» ученики школы написали письмо с просьбой помочь найти родственников Дениса Давыдова. Именно эти родственники в конечном итоге и прислали основной материал для этого школьного музея. На стенах мы видим десятки фотографий из архива потомков Дениса Васильевича. Родословные древа, афиши спектаклей и фильмов про знаменитого гусара и, наверное, самое бесценное – копии его личных писем. В этой школе сохранилось множество фотокопий, писем героя Отечественной войны Дениса Давыдова. Также здесь есть одно интересное письмо, это и последнее письмо его в жизни. Это письмо Дениса Давыдова князю Голицыну о перенесении остатков Багратиона на Бородинское поле. Буквально через несколько дней герой умер. С раскопок на Бородинском поле музеи были подарены осколки ядер, картечь, а с киностудией Мосфильм «Гусарский мундир». Здесь мы видим реконструкцию формы гусарского ахтырского полка, которым руководил генерал Давыдов. А вот так вот выглядело село Верхняя Маза во второй половине XIX века. В самом том углу маленькие красные крыши, вот этот скромный дом и был усадьбой Дениса Давыдова. А вот этот вот храм построила его жена. Есть музей и реконструкция имени Дениса Васильевича. Вот так вот выглядело имение Дениса Давыдова в старые времена. Сам герой Отечественной войны жил вот в этом маленьком домике, достаточно простом и деревянном. Супруга Дениса Давыдова в памяти о своем муже построила великолепный, красивый каменный храм. От старинного храма, к сожалению, сохранилось только несколько икон вот этот вот крест. В 1930 году храм был разрушен при коммунистах. Однако крестьяне местные, узнав о том, что храм будет уничтожен, пригласили фотографа и сделали пять фотографий, одна из которых, подлинник, висит на этой стене. В музее до сих пор ведется активная и краеведческая работа. Сохраняются фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, передовиков производства, просто жителей. Активно представлены экспозиции быта жителей села. Однако, не только верхняя маза связана с именем Дениса Васильевича. Вот это Софья Николаевна Бутрова, внучка Дениса Давыдова. Именно к ней в усадьбу мы и поедем сейчас. Находится это место совсем рядом, в поселке Октябрьский. А теперь мы приехали в поселок Октябрьский. Именно здесь находилась усадьба внучки Дениса Давыдова, Софьи Николаевны. Теперь на месте усадьбы находится физкультурно-оздоровительный комплекс «Феникс». Но зато хорошо сохранился усадебный парк. Софья Николаевна специально для усадьбы заказала отдельные черные тополя. Особенность этих тополей в том, что они не дают пуха и всегда дают обильную зелень. Вот они, старинные вековые красавцы. Местные жители очень любят этот парк и даже сочинили небольшую легенду. Считается, что если дотянуться руками до стволов двух соседних тополей, то бы сбудется желание. С желанием и желанием, а парк действительно великолепен. В достаточно степном родическом районе. Приятно походить в тени могучих деревьев, послушав шелест листвы, прятаться от жаркого солнышка, расположившись на лавочке. Этот парк смело можно назвать памятником героя Отечественной войны и всей его семье. На этом все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»